Хороший керри. А что может быстрее? Не, ну может быть, конечно, и пугна. Но пугна не особо смотрится с Магнусом. А под импауэром норм. Пугна? Валит с блэшом-бластом. Он и так ауеет. Ну блин, я пытался хотя бы как-то вытянуть. Спик, спик. Опять затяжное. Пусть ведь команды сил света. Да, и опять. Вот понимаешь, фишка в том, что вот как раз со спиктрой вновь есть магия, допустим, условная. То есть Магнус, аппарат Джекки Рос. С руки опять никто не бьет. И никто не будет бить. Наряжение огромного количества времени просто потому, что есть Слен. Побишь. Нужно очень сильно отстоять на линиях. Нужно очень сильно отстоять. Ну, насобирать своих артефактов. Появляется у нас Энчантерс. Какой интересный персонаж. Ну, Флейн юзали. Юзали, если я не ошибаюсь, сейчас я вспоминаю, кто и играл. Я играл не секси бамбу Али. На оффлейне. Очень часто. Не, и сейчас сильное. Сейчас сильное, если у врагов нет какой-то лагуны. Потому что ты вроде сильный, тебя плохо бить с руки, но если тебе прилетает стан и лагуна, то тут... Ну, вот, от лагуны тут как раз и нет. Слушай, ну, я думаю, нам как раз сейчас можно уже поздороваться с людьми, которые нас смотрят. О, у нас есть... Здравствуйте. Всем привет. Вот, собственно говоря, и мы. Мы пока такие белые все. Но мы обязательно, я думаю, исправимся в ближайшем будущем. Мы загорим, по-любому. То есть ты 12 часов сидишь под этой лампой. Последний игровой день, четвертый. Мулаты просто сидят такие. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, в общем, у нас начинается игра, поэтому мы приходи непосредственно к процессу игровому. Не обессудьте нас. Придется немного посмотреть и на игру, не только на нас таких красивых. Тим Спирит, Айсберг, вновь будет у нас играть на Инвокере. Габлак в этот раз играет у нас на Тренд, Протектор, Лайф, Энчантрес, Оллезо на Флайбейн и Рамзес 666 на Свене. Ты можешь продолжать, все-таки. Опять, да. Я по-прежнему напоминаю, что если есть зрители технической поддержки Mail.ru, напиши мне, я жду. Собственно, Дитяра на спектре у Na'Vi, Артстайл, в этот раз на Эншентопаришене, Дэндина, Магнусе, Санэйк, Джекирос и Ахмо, Спиритбрейкер. Все, тоже руно-стояние обычное. По вардам мы видим, сразу же находит Ахмо в вард вражеский, сразу же его ломает. И без варда на линии на нижней остаются спириты. Но на верхней румке у них вард остается, все, норм. Тут еще вот мы видим сидит... Блин, как же... Стервятник, вот, то есть, Стервятник. Недавно вроде бы добавили. Надо вообще пачнух-то выпускать по живности. Типа добавлены новые там животные. Добро пожаловать. Для Каспера отдельная сноска. Отдельная сноска, да. Роман, мы выпустили новую там белку. Оцените, пожалуйста, Стервятника. У нас фич какая, Дэнди. Дэнди, будет ли стан, есть стан. Детя раз, он в страйк не упадает, твердбат в исполнение. Теперь погибает здесь, правда, деревянный. Бежит дальше Ромзес, если что. У него есть манга, он может дать стан, но не стали гнаться дальше. Еще секунды даже вот сейчас от нынешнего времени. Поэтому слишком глубоко надо было бы заходить. Но в любом случае ФБ достается... А кто Болонтируну забрал? Спирит Брейкер и Свен. Ну Свен на топ-5 жал. То есть, мидеру Нави она не досталась. Ну, вообще, что хотелось бы отметить, то что Нави тоже немного переоценили мощь Килинг Тача. Типа, давай, Килинг Тача развалим. И Спектра вот это, хе-хе-хей, шашки на голову. Но нет, Спектра не тот герой. Когда был... Если бы у него сейчас был уровень 8, например, то, в принципе, можно было подраться вот именно в таком темпе. Но немного не хватило. В итоге Дитяра погиб. Но хотя и по барабану. Что он там, погиб, не погиб. Интересная расстановка лейнов. У нас на изи-лейне находится Инча, который стоит против Спирит Брейкера. Да, пока у него Untouchable, Спирит Брейкеру нет смысла ее вообще трогать. Так у него до конца игры нет смысла ее трогать. Ну, вообще, да. Можно разогнаться и ультануть, а потом не трогать. Все, потом заканчиваются все твои вот эти прелести атакующие. Действительно, ты вообще ничего не можешь делать. А что еще пытаться законтрить? Мом, Кираса... Гиперсто... А, этот... Муншард. Муншард. И ты типа на мне по барабану. И дальше я и навалю. Обычным атак спидом, да? За 10 тысяч нетворца... Я тебя не чувствую, Говорю. За 10 тысяч нетворца просто ее обычно бить. Потому что тут минус 130. В принципе, все, что мы перечислили, оно примерно... Да нет, Муншард много дает. 60 вроде бы. Несъеденный. А, несъеденный, да. Ну, конечно, несъеденный. Плюс 120. Один Муншард, country untouchable в салат. 4200 айтем. Вперед. Не глядя, просто. Не глядя. Да, по линиям что получается? Смотри, тут у нас Свен Бейн и Трэнд Протектор. То есть Свена тут не взять. Он будет фармить совершенно спокойно. Вообще, все три жирных героя. Просто три жирных героя. Героями Na'Vi с Пиктрой и Джекеросом их практически не пробить в начале игры. Там просто Свен... А, у него уже имеется War Cry. Вот сейчас мы едем на Флая. Набросились. Флая пытаются подморозить. Свен нажимает тут саму War Cry. У Флая есть еще брейнсап. Он его поджал. Но Левинар-морда. Левинар-морда. Вот. Это при том, что все всадили. Все, что можно было всадить в Флая. На ботами, смотри. Тачи был. Сюда. Ну, я тебя ударю. Получай. Зараза. Ну, честно, это немного мило выглядит, когда происходит подобное. Второй антачи был. Да, конечно, второй антачи был. Ему вообще... Ну, смотри, вот просто. Еще башек ты можешь пройти. Баш уже второго уровня. Если что, баш проходит, тыкаешь разгон. Еще потом, если... Он просекнутый делал еще тычку. Басик. Вот, серьезно. Он от нейтрала. Ну, да, он умер. Типа, что бежать потом долго. Как деловой инвокера? 12 на 5 у Магнуса. Так, 12 на 5. Кто отстаивает мидл на Магнусе? За счет на то, что стоит против инвокера. Ну, вообще, да. Хорошо крепится. Ничего не скажешь. Пущечный инвокер с этим вот аллакрити, он очень сильно надоедает. Крипчиков очень хорошо контролит. Во-вторых, вся любая там тычка, которая попадает, она крайне болезненно сказывается. Более, что у него щитка, например, нет. То есть, до него почти все долетает. В плане урона. На топе такой движ париж. Детектор, второй линг армор. Вообще, у Рамзеса есть по-прежнему манга зачарованная. Поэтому нужно быть очень осторожным здесь, ребятам из Na'Vi. Просто залетает в тебя стан, семечка и брейнсап какой-то. И у тебя уже проблема. Ну, вот как, например, сейчас пытались делать с Санэйка. Там еще и Санстрайк во время залетел. Санэйка подъедает Фарифайр. Идет дальше за ним Габлачок. Габлачок, он его должен найти, но там погибает уже Рамзес. Вот в этом проблема. Габлак проходит мимо, тычку успевает дать. 91 от дерева в лицо. Флайд, флайд, ребят, уйдет. Залет работает брейнсап, пробует башек. Башек здесь. Ну, вот тут уже для Na'Vi все несколько приятнее сложилось, потому что... Свен. Важно. И Свен прилетает вниз. Вот понял, что Инча уже хватит, возможно, там фармить. И Инча отправляется на топ. Где, кстати, ее могут и убить. Ну, вообще, да, как бы, у нее уже есть разгон. Под чили на таче мне так много и тычек надо, Тью-3 750 кп. В этом-то и проблемка, то, что сейчас... Там по плюс 50 кп. Флайд остановился на силу, тут же... Ну, прочитали, скорее всего, эту ситуацию с нападением. Поэтому были готовы изначально спасать. Ну, а Свен, я так понял, решил немножко подпушить нижнюю линию. Что-то он там в Warcry просто понажимал. Кажется, не особо хочет пушить. Сейчас посмотрим, донайт ли крипов. Да, донайт рейнджового крипа, значит, не торопится. Но у нее, в любом случае, катапульта с его стороны, поэтому... Ну, будет сдержать лейн на месте. Ой, ничего, у нас порт продолжает. Ну, Спектру у нас слабо разминает. Действительно, слабо. Першин есть вкачанный. Котел сейчас с появлением. Ну, смотри, импетусами-то... И еще одного импетуса не хватило. Ну, тут Дяра уже отпился. В любом случае, очень опасно. Отправил спит. Важно, Суспать нехорошо. Опа, еще один поспал. Нормально. Кстати, далеко совсем Иван зашел. Его тут, конечно, убьют. Куда уже никак никуда не уйти. Как кнопки понажимал даже, прежде чем погибнуть. Башню силы тьмы на нижней линии. Билд остается инвокеру. Неприятно. Появляется рецепт на Мидас. Сам Мидас будет через буквально тройку-четверку крипов. Шестая минута. Ну, талисман, сапог, Мидас. Да неплохо, в принципе, инвокер. Все хорошо чувствует. Другое дело то, что Тенди будет пытаться выформить даггер. Теперь у него арканы есть. Мидасом хорошо набирает все это прекрасно знают. Ну, вообще, пока инвокер в прошлой игре неплохо себя показывает. Там, кстати, на топе инча далеко заходит. Но есть санстрайк и не попадает. На ботами ранжеса тоже грызут. Тоже грызут, что в уровне у спиритбрейкера нет. Поэтому ультой не подцепить. Варкра, Ливинг Армор. Да как его тут пробивать-то? Так. О, магией. Магией. Нужно бить в таком случае. Когда ты спиритбрейкер. Тяжело бить магией, когда ты спиритбрейкер. Я согласен. Мелл Шторм можно собрать, конечно. Почувствуйте. Дагон. Я бы немного магом. Можно дагон собрать. Сейчас, рифторман. Мелл Шторм еще просит. Так спит, типа говоришь. Не, так там тоже ты говоришь. Да у меня тут типа нюки. Я там с Незерстрайка прыгаю. Бах-бах. Дагоном добил. Что я творю? Эти люди реально появятся в пабах. У него монопул реально надагон. 286 Незерстрайк. Ой, ребят, надагон не хватает. Так, ну и что у нас тут у Магнусевича? У Магнусевича пока все замечательно. Вот мы только не смотрели. Вообще все просто супер хорошо. Пармит на втором месте в общем зачете. Что-то кто-то на кого-то мигал. А это пытались увидеть спиритбрейкера. Скорее всего, вот сейчас его увидели наконец. И он на борде стоит. Как больно спектре она получает из демпетус. Еще первого уровня. Тем не менее, демэджа просто колоссальное количество залетает. Ты не знаешь, что такое демэдж, если не видел козу с аганимом и драгонеджем. Или как это называется? Вера. Испепелили. Ну, то, о чем я говорил. Связка, слип санстрайк. Это вот проще пареные репы. Сижу, понятные вот все вот эти. Все, что про простоту. Все поговорки вспоминаете. Это как раз описывает всю происходящую ситуацию. Ну, да, да. Это тоже достаточно понятная штука. Сразу цель будится при этом. Плюс он там заряжается. Все это от слипа коцается. Еще и бейн потом у тебя брейнсапает. Еще и бейн при этом качается. Его первому не особо мешает. Перед брейкер, разгон, два флайя, толкнул, ливень армор. Иллюзию очень легко снимают как раз ливень армор и проблем. Правда, могут быть часу Ахмода, а кидается у него колл снэп. И еще и санстрайк. Но санстрайк мимо, да. Сейчас разгон будет. Должен убегать на какой-то лейн. А куда ты побежал, друг? В тебя тычка могла залететь-то. Он еще и отменил. Он решил остаться, флайя продолжает. А почему? Ну ладно, переиграл. Да, немного, возможно, переволновался Ахмо. Он уже рисковал, когда разбегался обратно в центр. Ультспектрэ? Кстати, на айсберга. Иллюзии с перед брейкера его вели. И в итоге дитяра, не отрываясь от получения импетусами, собственно, делает еще и фракет. Причем на инвокере. Вкрыску, вкрыску, говорит. Иди сюда, пока тебя там не контролят. Я тебя зафармлю. 91. Нормально, легчайший. Ну ты, пэшечку. Там еще и на чай останется. Пэшечки. Разгон. Дает вейвом. Вингармор. Скору падет. Там вот Джекирос засел. Ликвидфайром, да. Флайя подожгли. Разгона уже нет. Мангусу так хочется просто подойти, диншок в вейв так дать. Он говорит, ну, долетит может быть. Запрещено. Так, что там у Арца? А у него, кстати, шестой есть. А, на базу уже не там 500. Венчантрас. Восьмой уровень. Четвертый антачи был. Грит разгоняйся в меня полностью. Разгон, так понимаю, на ботом. Свен прожимает. Замерзнут. И ульт аппарата. Незерстрайк неплохо. Все залетело. Карма оружия не поможет. Пошел станчик в Артстайл. Еще и Санстрайк разлетает. Минус Артстайл. Ранзес пытается уйти. Липа и бедненького. Финцгрип. Нет, надо было усыпить, на самом деле. Ну, возможно, да. Возможно, стоило так сделать. Но, в любом случае, хотя бы размен. Уже более или менее. Разгон. Но, если погибнет Флай, это будет, конечно, не совсем приятно. Да, Ахмотом идет дальше бычить. Еще башек, ну, семнашечка. Срабатывает. Можно поменяться, стычками, на самом деле. И Санейка не достанет. Не достанет. Есть, конечно, айспад. Но нужно просто бежать отсюда. Да, вот он немножко подморозил Флайя. Маны у Флайя нет. И на что? А вот у Афтерлайфа есть. И получай тус. Нет, даже можно не бетус. Можно просто получай. Решили даже рут потратить на нее. Ну, вообще, да. Вообще, тоже, что немножко потарались. Скажется, только Слоус, Лич Сидс. Да, да, да. Ну, может, боялись, что он сейчас, типа, убежит. Можно чекать мана. Если кликнуть на вражеского героя, синяя полоска. Она показывает количество ман на данный момент. Если в инвентаре нет стиков и манга. Нет, но у него был стик, кстати. Три штуки целых. Три штуки. Так это после того, как в него заюзали рут? Они и появились, по сути, эти стики. Ну, возможно, да. Возможно, ты прав. Так, в любом случае, пока все более или менее ровно. Немножко спирит ведут. Там три с половиной тысячи по голде. И три тысячи по опыту. Но это совсем немного. Когда речь идет о спектре, то этот перевес, он не значит. Трая сейчас потихоньку начинает уже подфармливать. Она уже выбирается со дна морского. Потихоньку. А с какого момента на нетворсах начинается морское дно? Мне вот просто интересно. Если тебя обгоняет пятая позиция противника, это дно. А на сколько он должен обгонять? Или не важно. На один голды, если тебя обгоняет пятая позиция, то это дно. И вот как-то так. Причем в отношении пятых позиций это тоже правило работает. Вот аппарат сейчас на дне, видишь? Ну, аппарат, да. Ну, аппарат, в принципе, много и не надо. Ну, Ваня в последнее время вообще на водолазах все больше играет. Как, в принципе, любые саппорты пятой позиции, они привыкли. Причем в серьезных скафандрах, как в более обогнужения. Да, вот это. С грузиками. Скорее просто сапогом. На скафандр там нету. Сапог и тп. Все, все, что тебе надо. Очень глубоко нужно вернуться. Тут, кстати, видят сейчас то, что с вами все это дело фармит. Ну, видеть это не мешать. РП. Ой, Дэнди! Дэнди, чуть-чуть ошибся. Оливикармар будет или нет? Хоть чем-то откинуться. Есть инвиз. Будет ли вижен? Есть вейв. Отлично. Все-таки бьют Рамзэ, зачем ты нафармил там эншин? А тебя тоже бьют Рамзэ, зачем ты нафармил там эншин? Неважно, он все деньги слил. Все. Он говорит, у меня ничего нет. Убивайте. Нормально. Тогда рут. Кстати, хорошо подрутили дитяну. Венча. Подхил. Импетусы. Говорит, я тебя все-таки ударю. Вот в этой игре я тебя ударю, говорит Ахмо. Но импетусы пока наказывают. Ой, да ладно. Смотри, это хуль ассасин. Хуль ассасин, я бы даже сказал. Хуль. Это волл убийца. Точнее. Да ладно, он в хуль ассасин. В хуль ассасин он на английском языке, на русском он волл убийца. Ладно. Я тебе по-английски ярче звучит. Чуть. Определенно. Ну, громче, чем гарпио-штормодел. Я сейчас тут не видел. Ну да, гарпио-штормодел. Эти кокрыл-потрошители. Не, ну текокрыл-потрошители, это хоть более-менее пафосно. Но гарпио-штормодел. Слушай, ну и стоили ли того эти эншенты? Смотрите, на графике. Не, ну вообще он на первом месте. Графики говорят, что они-то вы... Ну, в итоге, да. Кстати. Пащенку потеряли. Но, в любом случае, зафармили. Уже неплохо. Свен, в принципе, себя нормально чувствует. Как говорил, деньги он успел влить. Инвестировать в проект будущий. Знаешь, вот в битве Свена из пик-три я бы даже не знаю, на кого поставил. Ну, я бы поставил на айтемы. То есть, у кого что будет. Не, ну вот сейчас пока у них все более-менее одинаково. И на криты. Если у Свену будет Дейдалус, то как попрется? Не, понятно, как пропрется. Дейдалус отвечает. Хорошо, да не крит. Дайте один крит на двушку. Тебя хватит этого аргумента? Да. Ну и значит, что ты еще есть, кроме Дейдалуса? Потому что... Не, ну там нормальных, пару слотов. Не, там обычный БКБ, МОМ, Дейдалус. Ну, больше не важно, чтобы крит на двушку выписать. Вообще, да. Что тут у нас происходит у Спектра? Спектра пока дофармливается. У Спектра мы видим... Что это будет? Платбер какой-то будет? Или это просто может быть маска, чтобы я супер фармить. Можно было спокойно. Ультаппарат там забирают. Кстати, Айтберг, и сейчас медленно пытается выжать. Его просветили. Все-таки есть ульки. Брейкер, это башня силы цены на верхней линии. Разрушена. Как дела у Инчи? Инча покупает Угр Клаб. Я сомневаюсь, что это Блэкинг Бар? Ну, Аганим нынче... Он очень крут. Он реально очень хороший. Вообще, где Барад погиб? На Ботвейнг. Барад? От кого? Внизу он погиб. От Бейнов Соло? Да, от Бейнов Соло. Башню силы цены на верхней линии, атакуют. Не, ну а что там хп? Раньше, когда-то, когда все были как-то там 40 ммр, Бейн был очень серьезен, просто потому что ты приходишь к любому, типу, на линии и убиваешь его. Просто к любому. Сейчас, конечно, немного все стало хуже, потому что... Ну, общее количество хп подняли. ТП удешевели. ТП удешевели, много чего сделали вещей для того, чтобы вот эти соло-фраги, они чуть более затруднительные были. Но, мы видим, аппарату это не особо помешало. Фейв прилетает сюда, афтерлайф не будет, но подцепить будет ли слоу, слоу не будет. А-то на потом и попадает ни по кому, по вышке попадает. Жаль не работает. Да, кстати, проблемка. Тебе почему? Что-что? Должен работать. Зачем? Ну, это же здание, оно же не замерзает. Да? Ему же не холодно. Не, замерзнуть оно может, но ему же не холодно. Я уже хотел послушать историю про твою ку... Вот. Так что... Силы тьмы на нижней линии атакуют. А, это Драгонлендс, точка. Самый Драгонлендс. Про который я вспоминал. Я что-то совсем забыл про то, что его тоже нынче можно... Увезли. Увезли. Силы разрушены. А Левик Армор будет? Да, тут уже никакой Левик Армор не поможет. Слип. Санстрайк. Еще как поможет. Достает, сколько он жил. Если бы не мультаппарат, то добивает в итоге ДТРА. Размен пока только по керри героям. Добивает еще и Инчу. Но вот и Файя тут тоже убьет. Да, в итоге Магия, она все-таки помогает. Как раз в этом плане, то, что Инчу там подожгли и Шупеевым добили. И, в принципе, неплохо расправились здесь Нави с игроками Team Spirit. Да, посмотри по деньгам там. Серьезно, они для себя в плюс тут повоевали. Двушку отыграли Нави вот за этот файт. Я уже вижу озвучку тут от тебя. Какого-нибудь Унинайта. Магия, она помогает. У него же только помогающие магии. У него нет ничего вредного. Ой, там проблема у Дандимона. Санстрайк. Ну, не угадал. Лени. Там реально можно было только гадать. Потому что Магнус там со своими скьюберами, блинками. Еще чем-нибудь. По-моему, вышку досталось не Джеки Россу. У него четвертый Liquid Fire. Есть Glimmer. Есть 1000 на руках. Транквилы. Девятый ужин. Он, кстати, дэмэдж много наносит. И пока БКБ нету Свена, он очень сильно мигает. Да у него не будет БКБ. Он купил себе Сашу. А это тот, который без ножек? Хочешь, я тебе раз... Помнишь, я тебе писал в Твиттере. Ты видел? Типа, даю подсказку. Ты собрал мне тот айтем. Вот это был на тролле. Когда купил Огрклаб, я думаю, ну сейчас же БКБшечка пойдет разваливать кабинеты. Бам, Саша, Яша. Я сразу крестик в углу. Бам. Через 20 минут открыл. Проиграли. Вообще, это тот Свен без ножек. Да, 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 да. Именно, тот Свен без ножек. Ну, конечно, с одной стороны, если посмотреть, то большинству героев реально пофиг на БКБ. Но если посмотреть еще с фланга... Подожди, айс пасс. Вот, именно. Ты не подойдешь. Разгон хотя бы тот же. Смотри, во-первых, айс пасс. Во-вторых, воронки. В этих возможен появление Юла сейчас у ТХД. Хотя бы. Это еще один контроль. Вот. И я хотел сказать воронки, но потом увидел Ивана. Воронок у него пока нет. Но будем надеяться, что он их вкачает. Он просто не в курсе, что Свен собрал мне БКБ. Но воронки могут пригодиться. В смысле? Тем более, что магии тут тоже у ребят из Нави достаточно. Под кого-то Джекироса, например, положить вороночку будет норм. Слушай, я, кажется, понял, в чем дело. Ладно, я уверен, что Санеки сейчас все-таки вкачает себе макропиру на 10-м, на 11-м. Но я про то, что нет воронок и нет макропиру. Друг на друга посмотрели, типа... Акбар, ты качаешь там свою макропирку? Ты все скиллы качаешь? Да. Да нет. Ну, я тогда не буду. Мы все не нужны. Ну, ладно. Хорошо. В дальнейшем, конечно, они пригодятся. Ну-ка, пока, ладно. Пусть будет без них. Ну, Драгонлендс. Драгонлендс на Энчантрес. Вот мы смотрим. Сейчас-то там Атак Рейндж 80. Поехали. О, Иван. А там еще не только Иван. Там еще и Санейка. Сарлайф разгон. Неприятно сейчас может быть. Ну, я отменяю этого. Слушай, сейчас наступила такая минута. Такая минута, на которой Team Spirit против Нави уже не играли. Они не знают, что делать. Уже 19-я пошла. Ну, да, как-то уже. Тайминги сбились малость. Так, вот она Саша Яша. Формит быстро. Мне недавно Герокоптер в пабе тоже говорил. Да я буду фармить. А игра закончилась за 15 минут. Потому что Герокоптер, что? Правильно, просто умирал от лины. Странный Герокоптер. Но зато фармил как бог просто. Это тайминговая Саша Яша на 26-й. Я тебе кидал скриншоте. 11, твинстрик. 11. Потом лесная легионка с вами, я либо керри, либо лес. Все, мы едем домой. Спокойно, 12-я минута. Тут Дэнди поймали в центре. Причем очень ему больно. Ему нереально больно. Ну, нет никого сейва. То есть, несмотря на то, что Т-1 стоит на тот момент... Ожиданно, оканимчик у Артурки. Ох. А тут-то все внезапно налаживается у Team Spirit. Слушай, минус вышка. Слушай, оканим вообще не ожидал. Реально, вдруг откуда ни возьмись. Это... И на Рошанчика сразу заходит. Там еще и дабл демедж лежит. Там было еще с Вену дабл демеджа, понять. Ну и блокер. А, нет. Там еле. Так сейчас Рошанчич очень быстро падает. Да, в оканаве сообразят, ультаппарат АКД еще 10 секунд. А за 10 секунд Рошана уже нет. Торян. Это Аегис. Это Аегис, скорее всего, для инвокера. Да, инвокер отдают. Свен без ножек. Ему тоже не помешал. Так, у Спектры там появляется тем временем Сакротрелик. Это уже хотя бы неплохо. Потому что не поздно еще. Еще совсем не поздно собирать эти радианцы. Конечно, проблемы будут. Серьезные проблемы. Но еще норм. Заслипали. Ахмо пробегал и уснул. Прямо как водитель за рулем сонный. Кстати, что-то тут принимают. Разбудили, походу. Ты отряд ДПС припух. Спите за рулем, говорят. Ну, нормально его тут расчехли. Еще селфтик можно было сделать. Так, Джекирос. Вот он, 11 уровень. Но у него пока первая макропирка. Блин, ну вторая же лучше. Капа Бейс показался банальным. Ну, вторая макропирка лучше, чем первая. Да нет. Ну, да. Но там, типа, уродно больше. Да, она стоит на 100 маны больше. Но ты же с Джекиросом, с маной проблем особо нет. И теряют все, что у них есть, Роман. Считают, что я же этот, у меня с этим проблем нет. А вот тут парень сэкономил 100 маны. Опять о больном о каком-то заговорил. Судя по интонации. Передать всю Ольджекироса за 100 маны. Слушай, тренд протектор начинает собирать рефрешеры. Как только доберется до рефрешера, фарм на карте начнется нереальный. Все, я думаю, прекрасно это понимают. То, что тут елочки и так далее. Глаза в лесу. Не, елки, они очень фокусные. Почему он называется «Глаза в лесу», а отображаются они на карте в виде точков? Я не знаю. Только поставьте глаз. Глаз в лесу. Это нормально. Почему у герокомптера не вываливаются патроны из сундука, когда он делает бочку? Вот почему? Там может быть какой-то механизм правильный. Они просто вот сверху лежат, горой лента лежит. Я не знаю почему. Магниты. Я и тут не буду расширять. Почему листочки? Ну, блин, ну, как его знать? Давайте листочки. По глазам. Ну, глаза же там же эти, ворды, поэтому буду. Глаза. Карри? Я не знаю. Какие еще? Зеленый. Зеленый же есть уже. Красненький, например, стоит на линии. Зелененьких, кстати, не так много на карте. Да, там сейчас листиков хватает, вот в чем дело. Да, зелененьких тоже хватает. Две штуки стоит и хватит. В любом случае, у Na'Vi сейчас небольшая депрессия, мне кажется, должна начинаться, потому что они уже начинают много проигрывать, и если вдруг Spirit хотят реализовать это преимущество, у них это может даже и получиться. Не, ну, на самом деле, у них игра идет неплохо, они понимают то, что они играют против Спиктера, и это затея затягивать, она может быть плохой, но при том, что у тебя Свен образумился и начинает собирать себе ножки. Да, да, кстати, это изолятор, ты ничего не понимаешь. Такой вариант тоже возможен, Роман, но я все же думаю, что Рамнцесс слышал о пользе Блэкинг Бара в масс-файтах. Ну, не исключено, что было об этой пользе. И тут Смоук, смотри, Рамзесс, Флай и Афтерлайф бегут в самоке, а не... Третьи Дэнди могут, на самом деле. Дэнди готов к встрече, у Дэнди есть РП. Тратить его на Афтерлайф печально, на самом деле, пропадает Смоук, Афтерлайф. Ну, Ахмо зарутали, пинцгрип, РП, неплохое, по двоим, выживает еще, Ахмо, неужто он отсюда убежит? Действительно, он пока живет, его еще урной на материную пьету залетает в спину, Афтерлайф. Афтерлайфа тяжело добить, только Афтерлайфа Афтерлайфа Афтершок не берет. Не Афтершок, точнее, а Шоквейф, конечно. Это у нас у Шейкера, спасивочка. Но Джекерос пытается улететь и улетает. У инвокера инвок был в кулдауне, я уже хотел понаезжать. Типа, блин, можно было накастовать Торнадо. Типа, это же не я, Паби, все. Появляется БКБ уже усы, да? Так, дерево. Находит Ваню. Ваня споен бустером игроклабом, Ваня толстоват. О, блокада тоже 130 с руки. 130 с руки, но тут, Ваня, еще подмога. Вот подмога, это уже, да, это уже серьезный аргумент. Потому что с утра может все-таки не только крипов побить, но и дерево тоже. Дерево дела с рефрешером. Боковой стон, на этом все. Так, появляется Мекка у нас из Брекера. Второй уже подряд карту собирает у нас Брекер Мекку. Все-таки не самый хороший айтем у нас Брекера. Мне он не нравится, потому что очень дорогой по мане. Да, очень дорогой. 25, это практически половина монопула моментально отлетает. Ты должен быть вообще с фуллманой, для того, чтобы все нормально дать. А если тебя еще пощикатали каким-то финсгриппом, то ты вообще без мана остаешься. Ну, у нас, я так понимаю, эгиды были только что изъяты 4 минуты до появления света. Еще у Порошана, но и подать Тир-2 вышечка в центре у Нави. С которым опять графики там по-прежнему все эти уже 7,5 тысяч преимущества у Team Spirit. И в районе 5 тысяч по опыту ведут. Тут, кстати, видят еще Джекероса. Джекерос ломает своим телом древья. Аккуратнее надо быть, чтобы тело не сломали сейчас в ответ. Ну вот у Ничи появляется Агантим. И Нича сейчас со своим Агантимом, Драгонлендсом. Трайк, неплохой форстаф. Закатился, вижена нет. Поэтому и импету, собственно, не долетел. О, Spirit Breaker. Это по 2 сотки сверху-то получать норм. Да сюда иди, что ты там? Культ, культ пик 3, РП, 2 айсберга, айсберг, еще и баш проходит. Айсберг может покинуть очень быстро, погибает. Слушай, афтерлайк тут тоже умрет. Хилиться-то он не может, урна на нем висит, все нормально. Минус 2, в итоге потеряли, правда, Джекероса, а потеряли еще и Апариша. Да, и здесь еще драка продолжится. Мне кажется, что Свэн догонит, или нет? Ну, Дитяру могут тут догнать. Дитяру, скорее всего, даже догонят. Да, залетает Старч, еще и Бэйн. Куда тут будешь уходить? А где глаза в лесу? Вот, глаза в лесу были, видят, где вообще вражина находится, но вражина убегает. И Дитяру скрывается. Хорошо, размосил. Я уже поверил, что его тут должны совершенно спокойно забирать, но дерево не оказалось рядом, чтобы закинуть семей. Дерево 2000 денег, если что. После выводства, к стерео Фрешерта, действительно, не за горами. А драка двумя рутами, она может плохо закончиться для Нави. Но вообще Нави хорошо для себя повоевали. Два в два размен при проигрывании в 7000 Нетворса. У Свен с ножками уже, и у Свена должен сейчас даггер появляться, потому что вот этот файт и погоня за спектрой, надо показать, что надо дистанцию как-то сокращать быстрее намного, чем в Варкрае и ИСе. Конечно, быстро бегать это хорошо, но иногда надо подпрыгнуть с даггера. Оказаться вплотную. О, а Париж на все, наваление становится суперкруто. Аганим есть, Мидас есть, 12 уровень. То есть больше артстайлу, наверное, и желать не стоит. У нас, кстати, спектра пригорела, но не проиграла. Почти, кстати. Ну и на бой в аналитике уже был. Вот он даггер. Вот он, блин, действительно. И Эйзер Лэндс появляется также у Бэйна. Очень крутой артефакт, конкретно для данного героя. С липами, с фингрипами. Фингрип, он и так со своей анимацией, порой кажется, работает на рейндж в два раза больше, чем он должен работать. Но с Эйзер Лэндс... Там вообще комментарий излишний. Примерно как Энчантрес, которая сейчас на 870 валит. Смоук. Петвером. А ты попал под Смог? Нет. Дерево сказал, что я... А, тут же еще 190 отсюда. Да-да-да, так и получается. Врачу далеко бьет Энча. Очень далеко. Ну, ты видел, что она сломалась быстро? Ей тоже надо завестись чем-то выживаемым. Не, ну 1700 ей уже не так просто снести. Ну, сейчас был Незерстрайк. В нее просто попал Айсбласт Паришина. В этом вся была соль для Энчи. И если у нее получится хоть как-то избежать этого Айсбласта, то с Лайфом придется очень долго воевать. А что будет собирать инвокер? Ну, это гоним будет. Причем будет довольно-таки скоро. С учетом медаться, 1200 на руках. Бустер уже есть. Остается копейки хит деформить. Пекет длинвокера. И остальные, конечно, это... У того, кто Бэйна, который сейчас забрал в скафандр у Ивана и погрузился. Да, уже давным-давно Иван передал свой скафандр. Там у него еще есть три ныряльщика теперь. Рад Лайф. Да, вот Таларашан появляется. Зарашан должна быть стычка. Должна быть стычкой. Первый Персеверенс есть. Там еще что-то есть. А куда? Дерево сливые деньги. Только на Персеверенс? Может быть. Можно снять драматическую историю про Рошана и Глининого Голема. Сейчас только. Попробую. Вот так, смотри. Непонятно. Почему он смотрит? Смотри, да, вот он прям аж заглядывает. Такой, да, что я тут делаю? Что я тут делаю, говорит. Ой, Арцелла завязала. Узел запрыгивает. Рамзес. БКР пушечку. Нажимает, начинает месить. Ахму, ахму. Очень сильно прозаживается. Прожимает Мекку. Надо отсюда бежать. Незорстрак неплохо. В Рамзеса очень много секунд. Блэкингбара сейчас теряется. Блэкингбар сейчас берут еще один. Вообще весь Блэкингбар. По двоймбэнгбар. Надо увозить. Надо увозить. А где все бойцы? Что происходит? Спектра, я смотрю, она вообще ни одного удара за драфт не сделала. В принципе, ее тоже никто не бил. Но ей-то надо драться в первую очередь. И в итоге ее Эмпетусами просто заплывают сейчас. Надо делать байбэк. Пока нет, но... Отдавать Рошана сейчас нельзя. Отдавать Рошана ты будет... А что ты сейчас делаешь? У тебя РП нет. Айсбласта нет. Макрапиры нет. Блэкингбар. Ты играешь в Европа регионы сначала делаешь байбэк, а потом думаешь, что ты будешь делать. Так всегда делают, Роман. А то я думаю, о чем руководствовался все тот же герокоптер, когда один сделал байбэк, а у нас четырех его не было. И у нас пять типов на рампе, нам ломала база. Да он все правильно. Он играл на эмоциях. Да, это типа... Что ты делаешь? Прекрати. Остановись. Кому детей. Да все нормально. Делайте байбэки. Ребят, не стесняйтесь. Сделайте байбэки. Что, пошел Рошанчик. Аегис снова наверняка достанется инвокер. Он уже освобождает слот. Вкладывает поинт-бустер. Ничего подешевле не нашел. Тут действительно ничего дешевле. Рошан убит сейный светом. Вот у Аегис. 2 200 на руках. У него, кстати, сейчас будет аганим. Или... А нет, я врублю. 3 200. А, у него есть аганим. Лгун. Лгун. Но аганим уже есть. Ну, хватает денег мне. Докупил себе. Участие на него. Ну... Я могу еще раз нажать эту кнопку. Показать ставки. Во-первых, 10 тысяч преимущества. Во-вторых, 5 к 1 было в пользу команды Spirit. Это просто жесть. Заходит дерево. Дерево пока еще без рефрешера. Но дерево осталось, ну, в принципе, на рецепт. Блин, Бейн с линзой, на самом деле, становится намного страшнее. Потому что ему не нужны никакие даггеры и так далее. В линзу, да, издалека. Дотянусь финз-гриппом или нет? Вот это... Дальнометр, это я бы его назвал. Грипометр? Я не выговорю, такой, Роман. Not today. Спектра, конечно, становится сильной. Но только что вообще была драка полных инвалидов. Почему? Потому что Свен все БКБ пробил Spirit Breaker, который тупо убежал. И причем финз-гриппл тоже потрачен в этого же Spirit Breaker. Спектра тоже никого не била. Потому что она то была в корнях, то в Яуле, то еще в чем-то. То есть, ну, Спектра там тоже толком мало пользы принесла. Ну, а собирать БКБ, собирать БКБ, это печально на Спектре. Ну, то есть, с тот айтем, который... Конечно, конечно. А если не собирать БКБ, когда ты играешь против такого количества контроля и так далее, оно тоже печально. И вот непонятно, две печали с двух сторон. Что делать? Безысходность, плен, тщетность, бытия. Пресняк такой нагодяешь. Да, надо же черно-белые вот Спектры так, типа. Иллюзиям, прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Ох, задумал. Но когда ты в Яуле, очень трудно прыг-прыг-прыг по иллюзиям. Ты сверху видишь их, а они где-то бегут. Можно не попадать в Яул? Попробуй, можно. Можно и Яулом не попадать. Вариант неплохой. Спектре вам поможет. Санэй, как больно ему. Мафаржа накинули. Слушай, вышка так упадет. Разгон. Спирит Брейкера. Дерево не успевает зарутать. Будет ли Незерстрайк. Увезли под ульта аппараты и Рут. Под четверым. Господи, что творится? Еще и Торнадо. Слушай, это и Торнадо, и Пласт. И Меньор, как же горят. Как же горят. Здесь Нави. Артайл пытается сделать тап-аут. Но никуда ты не улетишь. Отсюда Иван. И размен дерева на... Там в это время Свен под ГДСом просто запрыгивает на ботами и начинает крушить здание Нави. Свен бить? Свен бить, сука мать, да. Так, и Свен убегать. Свен бежать. У него есть БКБ, нормально. А там Спирит Брейкер. Мы говорили про то, что Спирит Брейкеру особо пофиг на БКБ, хотя он так, немножко писнул. Яра должен понять, что его там видят. Тут сейчас такой мискоммуникейшн был в действиях Нави. То есть ульт-аппарат ушел явно по дереву. Возможно, просто ульт-аппарат ушел на тему помощи. Потому что, скорее всего, за этим деревом могла находиться подмога. И дерево считали и так убьют. А вот если бы кто-то там попал... Свап тайну, убьем до ульта? Ну, нет, типа того. Просто так, я не думаю, что так ульт далеко бы забрасывался. Скорее всего, это именно на подходящих ребят, которые должны были спасать это дерево. Ну, там просто никого не оказалось. Краска уже почти подъехала. Скорее нового пуша строения, он прекрасно понимает, что в какой-то момент придется заходить на хайграунд. Там и дезолятор бы не помешал, но кому здесь дезолятор собирать? Инвокеру можно купить. Инвокеру можно, но инвокеру... Я так понимаю, что дальше пойдут какие-то хиксы, скорее всего. Ну, наверняка это будут хиксы. Можно, конечно, рефрешеры, если у тебя там просто... Клавиатура вот эта плавилась? Клавиатура плавилась. Нет, лучше рефрешеры не собирать. Еще где-то накосячишь, потом все обсуждать, будут демоны на реддите. Вот это вот, зачем собрал рефрешер, потратил 6 тысяч, скастовать смог только торнадо и топ своим. Клод снэп, санстрайк, рефреш. Клод снэп, санстрайк. Вот из этого разряда. Да. Я только так делаю. Лучше хекс. Хекс кого не захексишь, даже иллюзию. В массфайте фиг разберешь, видят, что кинул, и то нормально. Не, нет. Можно в крипа кидать тоже. Он точно так же мекает, как все остальные. Вперед. Францис 1300, там рут, рут, без перерыва. Рефрешер-то сейчас будет? Дэнди нормально так. Пал, корешки. Так больно, корешки-то бьют нас. Твой корешков знаешь, как зарядить. Почитаем. 11 уровня. Ну, кстати, да, это только 2 уровня. У нас тут что-то происходит. А, у нас тут Фен решил подпушить чуть-чуть лучше топ. Вообще, внизу выход у него немножко не состоялся. Ну и... Слушай, а где написан урон вообще от... Ой, я не помню, где там он там был. Не, забудь, чувак. Вообще, ну что такое дота? Зачем тебе знать урон от скилла? Не, вот я просто, я читаю. Я человек, который пришел в доту. Да, да, да. Вот написано. Оверброс, дэмэдж персеконд 175. Вот, я нашел. Да, на Ice in the Forest. Ну, естественно, урон от Увергруса, естественно, должен быть написан на Ice in the Forest. Логично же? Логично. Логично. В чем твоя права идешь? Видите, непонятно, что ли? Да, извини. Был напуган. Боже. ПКБ, наконец-то, спиритбрейкера. Мне напоминает это продавщицу в магазинах. Когда ты стоишь перед прилавком, посмотришь телевизор, типа, подписи никакой нет. Тебе спрашиваешь, типа. Девушка, а что происходит? Ну, где под... Ты идиот, что ли? Тебя ведут в соседний зал. Вот же, визит. И... То самое примерно и тут я ощутил. Типа, ты что, слепой? Вот же, скилл рядом есть. Почитай. Почитай там, да. Вдруг там есть. Может, и у инчи что-то на untouchable лишнее имеется? Надо понаводить. Да, вроде... Вроде нет. Смех смехом? Какого смеха, я тебе серьезно говорю. Так, у дерева почти рефрешер. Легкая пробежка. Конечно, почти рефрешер не... Не рефрешер, он не рефрешер. Огоним чекаму тђкиросу, чтобы все это залить. Пропируем. За все пучи. Так, а что там у аппарата? Он решил себе обратно скафандр отжать? Или... В чем дело? Нет, подожди, где? Он так потихонечку... Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррх. Потому что видит тех, кто на дне? Ну да, да, потому что спиритбрейкер вот уже со своей БКБшечкой вырвался. Так, тут у нас забег в смолке. Выходит Ахмо. Сейчас заметить должны будут Бэйна. Нет, Бэйна не видят. Артстайл подсветил. Всё, должны были видеть Бэйна. Но побежали уже совсем в другую сторону. Нападают на айсберг. Айсберг пласт. Дэнди не даёт реверс полярити. И айсберг убегает. А тут кто-то не убежит. Тут Ахмо не убежал. Его защекотали до смерти. Да, он пытался ещё ультимейт вставать не получилось. Ещё в погоню пускается инвокер. А нет ещё Бэйбэка у спиритбрейкера. Нет Бэйбэка. А фишка в том, что зайти на хайграунд можно. Потому что к ДС у Свена не потрачен, в принципе, как и Блэк Кинг Бар. Минус один контроль у Нави. Это отпадает спиритбрейкер с его ультимейтем и разгоном. А тут все фуловые. Абсолютно ничего не потрачено, кроме Блэк Кинг Бара на инчантерс. И появляется рефрешер. И у Магнуса, и у Тренд Протектора. Ну что ж, смотрим внимательно за Дэнди Мором. Просто смещают их на топ. Просто смещают их на топ. Есть фортификейс, но его надо нажимать. Да, подползает ещё собака. Вожак Волков возят. Свена успеет ли поражать Блэк Кинг Бар, пока не успевает. Пророжал Блэк Кинг Бар? А что это было? И чего? Мистер Андерсон. Чё, тут падает сторона. Я тебе так скажу. Станови-ка, там спит. Распал почти всю сторону. Есть РП. Хорошо. Слушай, так можно ведь ещё, наверное, нажать. Да, он нажимает. Идёт. У него пока нет маны. Убили Свена. А Свена убили, всё. Дитяра ничего не сделает. Поэтому надо просто бежать. Самое важное, это то, что снесли. Это одна сторона на 39-й минуте. На 40-й. Это не 3 на 18-й, я соглашусь. Да, да, да. То есть это не так много. Так что тут ещё нами более-менее отковырялись. Поглядим, что они... Какую пользу смогут извлечь из этого замеса. Да, всё. Всё закончилось. Рошан просто появля... Появиться должен буквально с минуты на минуту. И если к этому моменту не будет Свена, ВМВ-800, кстати. Ему какую-то МКБ худо собрать. Не, ему доедалось. 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 Вместо чего? Си? Нет, не смей выкладывать Си. Остань Си. Лучший артефакт планеты. Да, ну пока хорошо. Сторону одну нави потеряли, но, как мы уже говорили ранее, это не слишком страшно. Тут, кстати, да. Скафандр потихоньку возвращается. Иван, Иван проверяет у нас... Нет, не Рошан, он проверяет. Там Спектра на кого-то нападала. А на айсберзе пытались наброситься. Вот Рошан появился. Всё, надо идти нападать. Актарин Кор у инвокера. Всё правильно. Рефрешер? Он рефрешит. А это просто ускоряет. Наверное. Ты не поспоришь? Не поспоришь? С описанием предметов. Ну смотри. Погоди, погоди. У меня просто один вопрос. Один вопрос. Вот что лучше, Хекс или Актарин Корр? Что лучше, я не знаю, Дейдаус или Актарин Корр? Что лучше, Урна или Актарин Корр? Не, ну подожди. Насчёт Урны есть сомнения. А вот насчёт остального, мне кажется, Хекс смотрится намного лучше. Тем более, когда ты играешь против Магнуса, у которого нет Блэкинг Барон с рефрешером. Да, тем более, когда ты играешь против одного кора. То есть это Спектра. Всё, вы контрите одного героя, вы практически выигрываете так. Ладно, мы не будем обсуждать. Нет, мы будем обсуждать. Мы будем обсуждать профессиональных игроков. Это наша работа практически. Обсуждать профессиональных игроков. Актарин, мать его Корр. Какой офигенный артефакт. Да, нормальный артефакт. К Сия. Ты ведь поджечь решил, да? Если на одном персонаже и Сия, и Актарин, он практически стоп. Поэтому ты знаешь, что... Я не знаю, где ещё можно победить подобным билдом. Ну, чувак, посмотри. У тебя раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У тебя десять заклинаний. Ты их прокастовать хотя бы все для начала. Вот просто по очереди. А никто не обязывает тебя кастовать все. Ты ускоряешь любой из них. Ты можешь пользоваться только колд снэпом, и он будет на 25% быстрее перебираться. Нет, так я в курсе. Ну, всё. Ну, так какой смысл? Ты же не сможешь его просто кидать постоянно. Ну, блядь, тебе не надо постоянно. Надо пять процентов быстрее. А, я понял. Понял, хорошо. Если драка сильно затягивается, то вражеский герой, который думает, что он кидал колд снэп, То есть на 25% вероятнее, что он уже сжибается, потому что он уже перезарядился. То есть вместо 20 секунд будет... Да, именно 15. Живой. Ты же сидишь и считаешь, а 20 секунд или 15 прошло? Так бывает. У Шейкера нет прокаста из той же серии. Да, да, да. У нас по второму айпу просто афик есть толкнуть? Да, у него там аэгис и сыр. У него свои способы выживать в подобных ситуациях. Сила убеждения, что убивать не стоит? Да, да, да. Сыр, кстати, аппарат может сыграть. Есть с тобой злую шутку? Слушай, тут Винча стоит просто и в наглую расстреливает. Смотри, она как снайпер, просто в зарядку она заливает. И БКБ. Такой... Хорошо, ну это он злой был, вот этот ульт давал. БКБ нажал. И у него как у Инессы, скрипты, даже а ульт проразвалось БКБ, МОМ, МЕКО. Да, возможно. Слушай, БКБ сейчас было действительно бесследным. Ну да. Я не буду спорить с этим утверждением. Правильно. Так было. Ягдаринкор хороший, а не... Это, ты знаешь, из разряда вот этих псевдонаучных статей, где есть один факт, типа 2 плюс 2 равно 4, а потом куча ахиней. И люди думают, блин, ну раз там что-то было правдивое... РПР, неплохо, по-двоим, есть роту, вот, а двоих еще на РП по-троим. Как же здорово играет здесь Дэнди. А, горит все, горит команда Спирит, сгорел Свен, сгорели все. Какой офигитель был врыв от Магнуса. Реально умерли все. Ну, настоялись под хайграундом здесь Спирит, немного забыли про позиционку и... Баях! Это толькоじゃあ, что Дэнди пафосно развалил этот эгитс. Я хочу еще раз усмотреть. Стойте. Чув часом, медленные съемки. Баях! Он ее завалил! Завалил он чув. Слушай, почему бы не свену под БКБ не врываться в ГДСМ и пилить эту вышку? Ну, я не знаю... Изначально пошло все недо... Да СПИНОЙ стоит ladder который готов в любой момент дать торнато, Так, когда на него врывается магнус. Да, так, смотри, задумка изначально была неплохая. Типа, инча гасит, всё норм. Потом почему-то всё сломалось. Вот эта кучка людей на рампе, на которых не побоялся влететь Даня, она вообще не ожидала, что на них могут прыгнуть. Типа, что? Инча, другой герой, надо сначала её бить. Ну, немного нави перебирали. Скажем, спиритов. Ну и спирит тоже немножечко. Вышка почти упала, кстати, фортификейшн не прожимали там. Ты что, от какого-то ультра-быстрого врыва защищены? Я, кстати, сыр не ела. Правильно. В смысле, надо было ходить. Так, чтобы тролли почти убили. Под ультого аппарата. Не, ультого аппарата уже не было. Так, появляется SolarCrest у Джокероса. То есть будут ещё и таким образом защищать. Но вот поверь без МКБ совсем. Спектра? Пластик? Объясни. Нет, сейчас монт оставил, и уже айсбергу придётся объясняться. Впереди ТРС. Ну, подожди. Тиммейтов спектры нет. Там дерево подошло ещё. Там дерево. Глаза в лес. Ульта Паришина. И айсберг успел отсюда убежать. Алибарда также появляется у битбрейки. Ну вот смотри. Смотри. Допустим. Опять же. Параллель провожу. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я с тобой соглашусь, что есть лишние айтемы, и Кирасу нужно слить, собрать Тараску. Уйди в полностью защиту. У тебя нет смысла. Конечно. У тебя есть Инча, а есть Инвокер. Ты ж Свен. Сгубо защитный персонаж. У тебя так и так есть. Ты нажимаешь ГДС, всё хорошо. Ммм. Прикольно. Поэтому можно просто делать с Толсом. И так медленно-медленно умирать. Даааа. Медленно умирать. А потом писать в команде. А за залалки я до сих пор жив, что все умерли. Вот. Все слили. Команда киданула. На самом деле я удивлён немного появлением Сатаника. Потому что, мне кажется, Дейдалус смотрелся бы ярче. МКБ бы тоже смотрелось ярче. Вот как Актарин у Инвокера сейчас этот Сатаник на Свене. Это реально абсолютно бесполезный мусор. Подача Свена дать хотя бы пару удачных плюх. Если эта пара удачных плюх подкреплена фактором рандома. То есть вылета четырёх черепов для команды Na'Vi. Потому что если там реально будет стоять какой-то там Роса, Паришин, Магнус. Оно всё умрёт вообще моментально. Мы дожили до момента, когда у Магнуса появился Блэк Кинг Бар. Теперь Хекс не нужен. Всё. Можешь спокойно сидеть с Актарином. Я понял, понял, понял. На тот момент нужен Блэк Кинг Бар. Сейчас уже... Хорошо, я понял. Я... Вообще всё. Я молочу. Вообще всё понял. Я совсем понял. Могли в рыбку и дерево. Разгон от теперь брейкера. Врезаются в дерево. Дерево... Мы эти стали тратить. Мы слишком быстро срезали ёлку. Без вариантов. Какого-то там... Да иди там... Оу! Даггера нет. Даггера нет, чтобы ещё даггер... Поэтому лучше отсюда уходить. Флай! 48-ая минута. Эпэ аут неплохо бы иметь. Да, у него совсем ничего нет. Урна тут уже вообще ничего не делает. Кто-то скажет, да она же дает 6 силы. Вообще разница ударить спектре от тебя один раз или один раз и побежать рядом с тобой радиарцев тебя погореть, ей как-то вообще пофиг. Так что, да, тут. Ладно, ладно. Вот реально сейчас видно, что у спиритов чего-то не хватает. Ну, в плане именно задумки на игру. Ну, типа, нафига этот сатаник? Вот конкретное его применение? Нафига этот сатаник? Конкретное его применение? Для чего? В какой ситуации он тебе может помочь? Понятно, в какой. Ну, меня все уберут, я нажимаю сатаник, бкб такой. Да ты можешь убить всех с трех ударов. Тебе не нужен этот сатаник. Твоя задача просто дать две-три плюхи. Рассчитывает на то, что... Что его будут избивать? Нет, его, типа, цепляют в РП, увозят. Пока везут, он Кивери и выйдет ульт-аппарата. Ооо, да-да-да. Выходит из вот этого всего, как и Рэмбо. Кажет этот палец, типа, все в порядке. Два патрона в обойму закидывает и тра-та-та-та-та-та-та-та. Сори. тут он ну все застопорились спирит они не знают что им делать горит коэффициент 5 горит таки поймали дитяру в корне и еще один рот и у дитяры проблемы потому что его просто убивают а вайбах есть лена но все равно неприятно когда должны идти там 4700 сверху я бы даже забил сейчас полностью на топ то что там крипы и так сильнее не в любом случае от пушат метеором прокатились cold snap пошел погоню за деньги заставить этого поражать блэкинг барону нулит это севере подняли если что-то на и сволоту на каторинчик то видел я на процессе не начинает лидера то у него теперь он может и словно три секунды раньше используя надо срезать пользу актарина хорошо разгон там ливинг кармар шиба рп снова дэнди по двоим завозят на хайграунд вот он ульт аппарата по моему он был мимо если я не ошибаюсь попал трассой но в принципе да в принципе мимо в итоге бласт от инвокера он вроде всех распугал но никому ты не сдался там ищут других ребят главную задачу они выполнили они развели спектру на байбек они по сути для этого и заходили просто в следующий раз когда так подставится дитя рай его заберу и на этом как бы проигранного вообще спектреп сейчас просто купить себе шметерлинг и на этом бы игра вообще закончилась просто возможно дитяра не хочет сейчас по одной причине скажем есть пару причин первое это то что во первых не хватает бабла одним кликом это понятно все таки слот там все дела хотя ты еще можно интервела поменять ладно еще близ несколько опций свен возможно не подозревает о наличии solar креста у джеки росса то что у нас просто есть миссы есть алибарда у спирит брейкера есть solar крест джеки росса ты просто можешь очень много на промахиваться в драке а для свой на это очень серьезный удар у него каждая плюха она просто на вес золота с останником уже нету с оттаником он уменьшает вес плюхи я полностью не но он же дает погоди сейчас мне скажи 25 силы 20 урона даже целых 45 но что так вот открываешь да так смотришь принципе можно купить митрил хаммер за 1600 и клейморку и клейморку погоди погоди и будет 45 не я говорю про урон про конкретный урон лайфстил лайфстила стоит это все удовольствие три тысячи хотя были два слова занимают а дороговато это по сравнению с 6 кристалли санта купить и кристаллис или 100 своими придирками суши но это рошанчик это египс и на вине идут драться не идут но запоздала голода они походу не прошли конкретно момент когда нужно было идти можно они не хотели ну тратно они не хотели как-то вот отсюда в пятером подойти сюда потом подойти обратно но мы не хотели нас ну может быть на самом деле не хотели мы сделали вид что это на подсознательном уровне так что там у инчи по-прежнему та самая эгида а ну вот она бабочка бабочка у детяры в принципе понятно и хекс появляется также у инвокера наконец-то конец может ему артур ли еще отдал может он не видел актарин просто в актаре в актарине в инвентаре у инвокера такой типа блин инвокер где твой хекс типа чё не в драке а он такой все нормально скоро будет прикрывает актарин пальцем ну у артура надо прикрывать пальцем актарин всех всех и хекс также появляется у дерева ну вот 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 я сразу узнала что собирать то есть рефрешер для фарма день кекс следующим айтемом для контроля потому что законтролить на лишних несколько секунд спектру файте это очень важно спектра это 29 тысяч нетворца то есть нажимая один хекс ты по сути вырубаешь эти 29 тысяч не не полностью потому что ее все таки надо убивать но дпс ходящий дни урон ты почти полоски уничтожаешь ради нас работает с хексика вроде все работает почти не там же был этот брейк эффект с момента когда разделили на брейк и не брейк эффекты я совсем запутался да и игроки на самом деле тоже путаются часто весьма ну что будет заход на хэгэм пока есть аегис новая кисун через новый час начнется подстрел с хайграунда значит слоу граунда венди увез он живет гида не забываем что вместе гида спектра прыгнула с ульты пока еще ни на кого она не нападала немного прохарасила флая остальных а там по ходу продают а пинчан трэс ой еще одно рп это просто нереальный разрыв божечки ты мой как они играют вторая попытка оказывается безуспешной дитя родилась утракил вот единственная сторона которую тогда они потеряли мне кажется больше нави не отдадут этих вещей есть вопросы будут исследовать на них ответы давай 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 дозой доколе вы будете играть против магнуса и стоять вчетвером в кучке я понимаю теплее но а строки вот знаешь это был повтор 10 или 15 минутной давности вот абсолютный повтор типа инчан на хайграунде и что с ней происходит там давайте посмотрим подсадить вот это один другого один так это знаешь как это я вспоминаю контр-страйк ты выходишь на дастю там типы 2d на пары сделают вот это примерно так вот они сидят вчетвером залетает магнус и все там божечки какой магнус бог покрасал от этих вала уважуха но почему четыре типа стоят вплотную друг другу зима холодно зима близко зима близко зима близко магнус близко зима еще далеко это полный бред реально полный бред потому что все вот эти окарины хиксы и все это можно выкинуть в помойку потому что это ты ничего не успеваешь нажать ты стоишь 6 секунд в стане и два-три твоих тиммейта и соответственно вы ничего не можете сделать вы не нажимаете нет ни один из своих артефактов там излюбленных до нави током не успели ничего сделать сейчас потому что там вышки стоят все стоит но они отыгрывают во-первых огромное количество бабла контроль по-прежнему присутствует но у нави мы видим все идет намного лучше пока я у магнуса почти уже достигнут кап полезности у спектры в принципе тоже мне уже больше ничего легко какие три жены трава чтобы переходить наступление съесть ты можешь через satanic продаж видал скупишь изменщик высота не про 6000 стоит на самом деле свен сто процентов видел ни одну игру энви и энви он персональный игрок дота 2 мы не будем это оспаривать ни на секунду вообще конечно конечно даже энви единое его решение не оспариваем я говорил про время он есть игры которых прямо во время игры он экспериментировал энви экспериментировал нет у него было несколько сетов а пвп пве ты имеешь в виду пвп пве фарм рошанчик наступательный оборонитель свен пока еще растет к этому его нет таких денег он просто все намешал а там как получится да то есть он еще не разграничил необходимости тихо этому а сатаник типа not аппарат наверное придет заменить и так далее тут не смотрел эту игру с энви обязательно пересмотрите вообще всего-то 200 минут до 8 хитов и барака и осталось толку от него все новое импульсом идут два красюка перетекают пуп-пуп это рукотворный дух если что а шо ну я тебе не шучу идут маятся в этом морозе второе мейт не пропустили будешь делать так пить на сактарином может называть их чаще вот для чего он был мне вообще team spirit безусловно могли победить в этой игре и они еще могут победить если на и вдруг накосячат по этим спирит могли победить намного 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 раньше если бы они не потеряли темп с вот этим сатаником и актарином если бы это был просто хекс дейдалус мне кажется они бы зашли одной кнопками нажатыми все дело закончили если конечно не поставили 4 на нижней линии естественно или в пятером может 4 это еще не предел собрать 5 некрочей идешь по ботам и некрочи в это время заходят по мидлу и это 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 стратегия работает в любом смысле вообще в любой стратегии при любом пике я просто говорю если они хоть на минуту отвлекаются от некрочей помнишь нашу фирменную стратегию которую мы разрабатывали через пять монтастайлов вот это стратегии когда ты выиграет интернешнл я уверен в этом тех кто еще не знаешь что это за стратегия рассказываю вы берете 5 монтастайлов зайти смог и отправляйте эти иллюзии перед вами в пятером ну да что там и контроль этими какой идиот подумаешь что у вас 5 монтастайлов на 60 минуте игры и то что вот это пришли иллюзии просто врыв рп эхо слэмы а вы сзади есть бабах и нет потом приходит вторые иллюзии на топ и вы в миддл и тут у тебя по ним начинается паник это не знаешь где настоящий банально у нас разбег на айсберга есть нет там один в инвизии второе в инвизии а самая идеальная стратегия давай вот это еще и миксануть где-то иллюзия где-то настоящий чтобы дэмэдж был типа средний они понимают вроде 5 героев мне кажется в этом будут попал и знаешь почему потому что когда влетят три иллюзии и два живых живых они тот же умрут именно в тот момент когда ты знаешь и помиду и потом а я понял понял это три настоящих два чужих дэмэдж средненький не понимаешь что происходит там еще один разбег там на самом деле артура нашли да будет ли рут рут не успел нажать если был бы рут возможно бы что-то и получилось но уже слишком жирные здесь ребята из команды navi ну да-да-да тут айсберги убивают вообще через все вот сейчас надо просто бегом бежать в миддл но рамзес там линия уже отпушена какая разница бежать бежите ну что он на центре сейчас остановится а он тут пытался автор лайфа догнать паааа говорит он барсов кстати про лошадь и он тоже поджим но улиты нет улиты нет улиты нет улита почти дотянулся сейчас кайкодила не добросил ой а флай погибли и у флай как раз байбека и нет так же как и у габлака но тут будет заход на хг уже скорее всего да хотя там воюют еще крипчики крипчики нам еще очень далеко а там бакдор протеки не он нормально грызет слушай не плохо очень плохо грызет не хп вышки уменьшается со временем вот так вот пока крипы доходят а вот сейчас все потайдут а вот другое дело нажимается в октор протекшн вышка выхиливается но естественно не совсем целиком и продолжается это убийство точек не чувствует аааааа сейчас фото и как он бить меня с фото ником отрегенец полностью убей меня бей же меня Отлично, Санейка дает фиксулю по Рамзесу, тут еще РП, Рамзеса начинает избивать, вот таит один, спит троих, там у Магнуса естественно второго РП уже нет, он уже и рефреша юзал, Рамзеса продолжает колотить, спирит брейкер его избивает, и РСС сгибает, а что у него по байбеку? У него есть байбек, все у него нормально, он скорее всего именно этого сейчас и добивался, хотя ульты у него нет, и поэтому не совсем ясно тогда зачем он побежал так далеко. Может хотел убить инвокера, может быть хотел убить инвокера, потому что инвокер-то байбек делал? Я память не изменяю, да, делал он байбек, а для того, что будет страйк, то если бы инвокер погиб, спектра бы просто выкупил. Ой, Ваня, ой, Ваня, зачем? Иваны? Я тут, что торнадо, там макропира, торнадо, миги, что тут происходит, что за апокалипсис сегодня, надеялся, что кто-то спрятался в макропире? Кому там что-то идти? О, Шива, Шива. Магнус. Да, Шива, Хиксы. Ускорение! Возможно, Хикс был нужней. Не, Хиксы это все хорошо, Шива просто лишней не будет у Жвена, но он может быть ножик, если он кончится, а БКБ тут уже 5-секундная. Мне кажется, Свена просто игнорировать скоро будут. Отключаем, потому что у него нет урона, все, это фу-фел, дэмэдж у героя. Что у него? Покажи мне вот, смотри, у него есть 6 слотов. ШЕСТЬ! Один, два, три, четыре, пять, шесть. Что у него добавляет урон больше, там, я не знаю, сорока, наверно, ну мы уже смотрели, Сатаник 45. Шесть шесть к урону дает МКБ. Хорошо. Но! Мини-башченс на 160-е. И вдохновляет тебя 35-процентный? Проработает почти всегда. Короче. Ты видел, как он сейчас дрался? Как лев. Я видел. Рыгинился прям. Так. Так, смотрим, что у нас там по графикам. По графикам, Навик, кстати, впервые за это время. Ну, вот они на 50 где-то восьмой минуте. Впервые. Вышли на пять тысяч вперед? Вышли... Вышли, в принципе, вперед. На пять тысяч они вышли минуту назад. Вперед. По XP, правда, они уже там на двенашку ведут. Ну, XP это уже сейчас такой-се фактор, на самом деле, когда все шестнадцатые уровни получены саппортами. Вообще все, да. Все имеют третий уровень ультимейтов, поэтому... Как-то не особенно влияет. Да, трвла быстрее перезаряжаются. Можно каждые 33 целых. Все быстрее переезжать. 33 целых, 75 сотых. Задумка-то была намного глобальнее, Роман, чем вы видели. Я понял. Я все понял. Чего бы резаться на 25% быстрее. Было вообще шло. Вообще норм. Вообще, Инча с МКБ может немного поправить положение. Инча очень больно бьет. Не сатаник, конечно, но тоже ничего. У нее и так просто три сотки там с лишним. Плюс этот мини-баш, плюс импетусы. То есть Инча сейчас реально лучше, чем Свен. Синие дамаги. Три, короче. Свен типа танчит. Свен отрикающий маневр? Да. Свен типа танчит, но я такой керри. Все дела на легкой линии. Вот это. А помнишь, Инчардж была вначале на легкой линии? То есть это она типа керри настоящий. Серый кардинал. Afterlife. По-моему, даже наш развод с Монтерстайлом и выглядит ярче. Роман, чем вот этот Майнгеймс со свапом керри на 50-й минуте. Не, ну сейчас таки есть. А че? Брен, это... Тур. Да что это? Я пытался мягче сказать. Ой, рут. Смотри. Ой, рут. Какой хороший рут. Правда, в Атерлайфа закинули. Там где-то драка идет. Свен воюет с иллюзиями с пятью. Подожди. РПшечка. Неплохо. Торнадо. Все попадкин дырит. Где ты еще? А то РП сейчас дарит Дэнди. Дэнди есть. РП снова. По твоим, как же здорово. Он их прочитал. Увозить надо. Еще подвозит. Слушай, Свен. А где Свен? Свен умер! Не отпригетился с Аданика. Ну ладно, у нас Габлак тоже умирает. Айсбега тоже сейчас скорее всего будут добивать. Да, Магнус тут прыгает на него. И это минус. Остается последний Атерлайф. Вот она, домашняя Инча. Всю драку пробегала в хиксах, в рпхах и в прочих прелестях. И... Боже мой! Ты тоже это слышал? Один гонг байбека был. Ну, тут на 5800 опять очередной прыжок. Ну, из-за того, что Свен сделал байбек. Еще один гонг. Нави не пугаются. Типа, гонг. Еще сейчас гонг будет от дерева. Смотри. Пора! Башну со Светом. Да. Все равно идут. Ты посмотри на них. Бессашки-то и нави. Успорные. Тут 14000 спектры, если что, на руках. Спектрам просто может купить себе, я не знаю, тренд протектора. Не, Инча, конечно, очень больно наваливает, но ее подталкивают поближе и авторлайфа просто разрывают. Просто в мясо разрывают. Ну, это ГГ. Да, теперь это реально ГГ. Сейчас смотрю. У Света ГДСик. Сейчас. Сжимает ГДСик. Попрыгает. Что? А почему Спиритбрейкера? Ахмо! Ахмо! Спиритбрейкер. Не умер Спиритбрейкер. Ладно, нет, он умер. Кстати, слушай, Рамзех продолжает бить дальше. Попадает. Он попадает по дитяре. И еще нужно дать по удару. Неужели он сделает это? Неужели он хоть кого-то убьет в какой-то игре? Нет. Габлак заселил. Блин. Ну, можно экстребазу попробовать доломать. Да, Спектра с культы залетает. Есть минус Габлак, у которого уже нет байбека. И Рамзех тоже здесь умирает. У него тоже нет байбека. И это, скорее всего, ГГ. И это, скорее всего, 1-1. Да! 1-1. Башня сил света на центральной линии. У Na'Vi первая, у Team Spirit. Башню сил света на центральной линии. Башня сил света на линии. Разрушена. Ну что ж, неплохо сыграно. Кто это отметил? Да, ну вот, если в первой Team Team рискнули и пытались удивить этим фаст пушем, то во второй игре они решили играть каким-то своим дефолтом. И с дефолтом у них играть не получилось. Да, в итоге коэффициент 5 сгорел, ребят, прости. Мы топили как могли. Я не топил за команду, я топил что-нибудь на КФ-5. КФ-5 Бугатти, как это круто.